Принтер Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наш принтер полностью собран, но пока еще не функционален. Нам предстоит проверить правильность сборки и подключения электроники, после чего попытаться вдохнуть у него жизнь. Внимательно посмотрите на собранный принтер. Ремни в нем не должны провисать и, с другой стороны, не должны чрезмерно сдавливать конструкцию. Также проверьте подключение проводов к управляющей плате. От соблюдения схемы зависит, останется ли целая управляющая плата после подачи на нее питания. На драйверах шаговых двигателей есть регулировка подаваемой мощности. Она не должна быть выкручена на максимум. По часовой стрелке увеличение мощности против уменьшения. Аккуратно попробуйте перемещать столик и экструдер вдоль своих осей. Они должны двигаться свободно, при этом не перемещайте их слишком резко, потому что во время вынужденного движения шаговые двигатели превращаются в генераторы электрического тока. Если вы будете слишком усердствовать, вы можете сжечь драйверы шаговых двигателей. Обратите внимание, что при движении столика и экструдера перекрываются фотопароограничители. Особое внимание обратите на ограничитель движения по оси Z. Он не должен позволять опуститься экструдеру ниже уровня столика. Лучше всего установить его пока выше где-нибудь на сантиметр. Осторожно подайте питание на плату. Ничего не должно начать двигаться, ничего не должно начать греться. При этом на фотопарах у нас стоят светодиоды. Пока фотопара не перекрыта, светодиод должен гореть. Если вы перекроете фотопару, светодиод должен погаснуть. Нигде не должно быть люфтов и болтающихся деталей. Закрепите провода так, чтобы они не мешали нормальной работе принтера. Если провод попадет в движущуюся деталь, принтер может сам себя покалечить. Попробуйте подключить управляющую плату к компьютеру. Он должен обнаружить новое устройство. В Windows устанавливать драйвера пока не нужно. Еще раз внимательно осмотрите принтер целиком. Если вы выявите какие-то недочеты или недостатки, устраните их на данном этапе. Если вы уверены, что все сделано правильно, то можете смело переходить к следующему модулю, где мы поместим управляющую программу в микроконтроллер и заставим наш принтер работать. До следующей встречи!